Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Только когда я нашел какую-то статью, кстати, я больше не находил эту статью, в которой вся асинхронная модель Питона была построена без конструкций, собственно, асинк. Вот пока мне не объяснили, что такое асинк без асинка, я, естественно, не понимал, что это такое. Вот. Теперь я, значит, попробую поделиться этим знанием с вами. Что такое асинхронность? Вот. В первую очередь надо понимать, что та асинхронность, с которой мы имеем дело в Питоне, Джаваскрипте и еще нескольких языках программирования, это не параллелизм с жирным шрифтом, не параллелизм. Параллелизм — это одновременное выполнение нескольких сегментов кода, а синхронность — это последовательное выполнение разных сегментов кода произвольных. Не параллельные. Да, при помощи асинхронного механизма легко делать параллелизируемые движки, но синтаксис Питона и сам язык, он вообще-то однотредовый. И когда речь идет об асинхронности, речь идет не о параллельности, а о последовательности. А синхронность — это последовательное выполнение произвольных сегментов кода в Питоне. А есть вообще поддержка параллельности? Где? В операционной системе, смотря в какой. В языке программирования поддержка параллельности — это как? Вот, да, то есть для этого нужен специальный язык программирования, который рассчитан на параллельность какой-нибудь, не знаю, господи, как его звали-то, который на транспьюторные сети был рассчитан. Склероз его звали. Ну, в общем, поддержка параллельности в языке программирования — это всегда довольно наивный ход, потому что самих способов параллелизации очень-очень много. И это значит, что если мы один из них забьем в синтаксис, все остальные будут недоступны. Вот этот самый Аберон-2, я вспомнил, как он назывался, этот самый Аберон-2, язык программирования, который придумал чуть ли не тот же самый Никлаус Верт, он был рассчитан на так называемые транспьюторные сети, то есть на некоторую универсальную модель параллелизма, когда у вас есть маленькие-маленькие-маленькие эти процессорки такие, совсем маленькие, которые просто один вход и один выход. Нет, два входа и два выхода. Они организуются в такие матрицы, и вот на этой модели параллельности можно было написать язык программирования, который я эксплуатировал. Во всех остальных случаях возьмите первую попавшуюся библиотеку для параллелизации, доходите там, не знаю, OpenMP, и посмотрите, сколько там разных моделей. А так-то, конечно, кто вам мешает писать на питоне параллельный код? Никто. Вот. Мы же с вами разговариваем в этом году именно про синтаксис языка, поэтому вот это само утверждение, что асинхронность – это не параллелизм. А что такое асинхронность? Последовательное выполнение кусков исходного кода. Как так? Произвольных кусков исходного кода. Как так? Непонятно. Разве мы можем последовательно выполнять произвольные куски исходного кода? Вот повыполнять один кусочек, потом другой кусочек, потом третий, потом снова первый. Можно ли это сделать в питоне? Ну, не буду делать вид, что это такая загадка, а вы не будете делать вид, что вы ее разгадываете. Конечно, можно. Мы знаем такой инструмент. Этот инструмент называется повторно входимой функцией, они же генераторы. Помните? Это те, у которых yield. Yield, собственно, и есть такой способ синтаксической организации кода, когда вы выполняете кусочек, потом возвращаете управление кому-то, потом этот кто-то с помощью следующего next'а снова выполняет кусочек этого кода, какого-то еще кода. Совершенно не обязательно они должны быть один и тот же кусочек, может, они последовательные. Короче говоря, в питоне совершенно естественным образом уже имеется механизм произвольного выполнения кусков кода, расположенных между yield'ами внутри генератора. Когда мы дернем соответствующий генератор в следующий раз, тогда и выполнится соответствующий кусочек кода от одного yield'а до следующего. Давайте сразу вспомним штуку, которая называется yield'фром, которая позволяет передоверить вызов повторно входимого кусочка кода из одного генератора в другой. Yield'фром выглядит примерно так. Вот мы задаем некоторую функцию, которая yieldит сначала фун. фун, да елки-моталки, фун, я сказал, которая yieldит сначала, ну, допустим, один, а потом два. Потом мы задаем какую-нибудь другую функцию, там, рун, которая сначала делает yield yield'фром, фун, а потом еще раз делает yield'фром, фун. Обратите внимание, что фун здесь написано со скобочками. Почему? Это тупой вопрос. Потому что это генератор функция фун, которая по вот такому вызову вернет итератор, и этот итератор, и с него можно yield'иться. Ну вот, совершенно справедливо. Ну и вот, если мы скажем лист, или, например, for i in run print i, мы совершенно закономерно увидим 4 yield'а. Фактически, я смотрел сегодня код питона, который это генерится, там не устроено, как я надеялся, так, что мы вообще перемещаемся в контекст функции фун и оттуда не возвращаемся. Нет, все-таки там есть вызов отсюда, повторный вызов вот этого генератора, возврат сюда и возврат значения, но это буквально две команды на питоневском вот этом псевдоассемблере, то есть фактически, логически yield from означает, что мы ничего в контексте вот этой функции вообще не выполняем. Там буквально тупой цикл, который не трогает ничего, не пространство имен, вот он сразу ходит к этому самому фону. Вот. И этот механизм нам сегодня понадобится в наших рассуждениях. Второй механизм, который нам тоже понадобится сегодня в рассуждениях, и это тот факт, что функция генератора, генератор функции, помимо yield имеет еще return. По умолчанию этот return, как обычно, отсутствующий return возвращает null, но мы можем что-нибудь и возвращать такое. Например, вот здесь вот можем возвращать return, ну, скажем, ну, хорошо, пускай здесь будет, пускай здесь будет, не здесь, пускай здесь будет фун, вот этот фун, значит, допустим, здесь будет, ну, хорошо, вот return, return, ну, хотя бы передадим ему n и будем возвращать n. В конце концов, какая разница? Вот. Если у нас генератор функции есть return, этот return возвращается в качестве параметра исключения stop iteration, когда мы по этой функции гуляем. Вот. Еще мы помним, что этот же самый return возвращается в качестве возвращаемого значения для конструкции yield from. То есть на самом деле, вот здесь вот, если мы напишем res1 равняется yield from function, и res2 равняется yield from function, вот здесь напишем, допустим, 1, а здесь 2, вот, то в результате у нас сюда вот вернется единичка, а сюда вот вернется двоечка. Ой, что я сделал неправильно? А, ну нет, я все правильно сделал. Вот. Вот это, вот это, единичка и двоечка, это вот этот print, а вот это, это, собственно, наша цепочка вызова yieldов, которая раскрылась в yield1, yield2, yield1, yield2. А вот это, это результат работы функции fun, который вернулся return, напоминаю, что поскольку fun это генератор функции, то результат работы генератора функции это генератор, а результат прохода по генератору это исключение stop iteration, и вот это n вернулось как параметр stop iteration, ну, даже не знаю, давайте что ли проверим это, давайте это проверим, в конце концов, это не так сложно. так, а где результат? Ща. Угу. Что-то он пустой. А-а-а, да, логично. Это вот этот возвращал. Ну, ладно, бог с ним. Не буду вам пудрить мозги. Я уже говорил, что, может быть, у меня сегодня будет некоторое... Вот здесь же джун есть, а там ретерна не было. Конечно, конечно. Вот если мы сюда добавим ретерн, не дай, все-таки сделаем. Если мы сюда добавим ретерн, вот сюда, вот сюда, вот вместо принта на самом деле ретерн, вот тогда-то все и будет. Вот он, параметр. Ну да. И это еще один инструмент, который у нас уже был, мы это знаем. Третий инструмент, который нам тоже понадобится для наших рассуждений про асинхронность, внимание. И это инструмент send. send это способ сделать такой next, чтобы внутрь нашего генератора передалось некоторое дополнительное значение. Синтаксически это записывается как что-то равняется yield. Как это выглядит? Ну, допустим, простой пример, да? Дев таск, вот так, там, от x, да? print x, ну, скажем, start x, дальше, а дальше там while true. Ну, просто рез равняется yield, ну, скажем, вот так как-нибудь, чтобы было видно, да? Ну, в общем, все. Вот, попробуем эту штуку вызвать откуда-нибудь. Мы помним особенность такого рода, такого рода конструкций, когда мы первый раз вызываем функцию task, не функцию task, а итератор с генеренной функцией task. Вот. Вот у нас есть этот генератор t. Когда мы его вызываем первый раз, у нас еще не случилось ни одного yield, мы находимся вот здесь, при исполнении этого кода, поэтому первый next в первом send не может быть параметра. Нам некуда, его некуда, неоткуда получить синтаксически. Так что либо мы должны сделать send known, либо мы должны сделать просто next от t. Вот если сделать t.send не known, нас вырубают. Надо known to die, ну или next от t. Вот. Что сейчас произошло? Во-первых, выполнить строчку print start x, вот она. Во-вторых, нам наш генератор таки вернул с помощью yield'а искомую строчку slash 100 500 slash, вот. И теперь мы, передал нам управление, и теперь мы туда можем закинуть в этот атератор новое значение. Ну, например, t.send, ну, скажем, 42. А, тут был x, тут не рез. Ну, ну, неважно, вы меня поняли. Мы туда засунули, там рез был, на самом деле. Ну, x такой должен будет работать, потому что send 1 можно будет делать. Да, 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 совершенно справедливо. Вот. Его надо переопределить как-то. А давайте вот так сделаем. Вот. Упростим задачу. Вот, да? Next от t. От r. А, это вообще run, это я не то включил. Хорошо. Вот, next от t, это 100 500. Вот. А теперь t.send 42, 42. Давайте, да. Если мы скажем сейчас next от t, естественно, все будет работать, потому что, потому что это просто send known. Ну, а там вечный цикл. Ну вот. Вот этот механизм, собственно, на этом месте у людей с таким вот чувством прекрасного, алгоритмическим, должен сработать, закрыться кештальт, потому что мы, в общем, описали все механизмы, нужные для организации асинхронного взаимодействия. Итак, сегментами кода, которые мы вызываем в произвольном, описываемом нами порядке, являются промежутки между yieldами. Результатом работы такого кода полным является return из этого генератора. Вот. И, видимо, кто-то еще должен дергать, ну, выяснять, какой именно из next выполняется следующим, такой некоторый управлятель, да, чтобы, ну, точнее, sendов, да, чтобы передавать нашему кусочку кода очередной параметр, который, очередной аргумент, параметр, который он доживет. Вот. Давайте попробуем организовать, посмотреть, куда приходит send в случае, если мы используем yield from, хотя совершенно ожиданно, куда он приходит, этот самый send. Вот. Давайте определим какую-нибудь функцию, типа mold. Это генератор, у него нет параметров. Он все будет получать, он все будет получать с помощью yield, с помощью yield from. Вот мы, значит, x равняется yield. А в ту сторону мы говорим, дай мне give me x. Вот. Вот. y равняется, мы говорим, yield. Give me y. Ну и говорим return x умножить на y. Вот у нас такая функция. Она, видите, одновременно умеет и в yield, и в return. Это не часто встречается в реал-лайфе, потому что, почему, скажу потом. Вот. Теперь давайте определим такую штуку, которая дергает эти умножалки, ну, до посинения. Вот. Назовем ее task. Опять-таки у него, кажется, нет параметров. Вот. И он просто делает так. While true. Res равняется yield from mult. Вот. Ну и, видимо, принт этот самый рез. А, ну он тут yieldит в эту сторону результат, да? Вот так. Давайте, что ли, сразу ему… Ой. Сразу сделаем вот так вот. Res равняется нулю, а здесь плюс равно. Вот. Что это такое будет? Давайте попробуем разобраться. Итак, у нас есть умножатель, который из yield считывает сначала множитель, потом множимое, и возвращается в произведение. И у нас есть некий запускатель этого умножателя, который передоверяет yield from этого умножателя, получает от него результат, вот этому ретерну, и этот результат возвращает уже нам. То есть предполагается, что… Причем он прибавляет… Он же прибавляет сумму всех результатов. Да, 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 сумму всех предыдущих результатов. Предполагается, что именно если мы теперь организуем цикл, который запихивает просто с помощью сэнда в этот поток данных, запихивает какие-то числа, то нам будут возвращаться все увеличивающиеся суммы пар последовательные. Давайте это проверим. На самом деле, да, на самом деле можно было тут не писать. Можно было… Ну, без разницы, на самом деле. Хорошо, давайте это проверим. Значит, for… А, да, сначала надо завести эти самые таски. Вот. Надо завести таск. Да. И это наш вызыватель функций, которые множатся, да. Вот. Теперь этот таск надо запустить один раз, потому что мы помним, что сэнд работает… Ну, то сначала… Ну, короче… А, я этого не сказал. Вот этот первый вызов next от генератора будем называть запуском этого генератора. Это я придумал, возможно, он как-то по-другому называется, но да бог бы с ним. Вот. Человек спрашивает, слышал, что в питоне есть какой-то косяк со синхронностью, уже поправили или как? Вы что-то странное слышали? Я думаю, что какой-то косяк в питоне со синхронностью, мне кажется, поправляли, ну, так раз 150 уже, как в любом приличном языке программирования. Вот. Значит, да. Ну что, давайте все-таки вызовем это все безобразие. Итак, мы должны один раз вызвать next от этого кори. Вот. Он нам скажет give me x. Теперь мы ему должны выдавать по очереди эти x и y, и он их будет складывать и возвращать. Ну, давайте так, for in range от единицы, ну, скажем, до 10. Что там у нас? Просто print кори сент. Print кори точка сент и. Ну вот. 1 умножить на 2 – это 2. Дальше у нас 3 умножить на 4 – 12. Что-то как-то я не понял. Почему сразу 22? Давайте мы… А, он тройку поигнорировал. Да, он тройку поигнорировал, потому что он еще сам ее возвращает. Ну, да. Мы же вот сюда еще попадаем. Сейчас, давайте. Все, я понял. Значит, во-первых, уберем вот это, потому что так оно будет проще. Да, а во-вторых, давайте все-таки здесь вот напишем. Он его проигнорировал, потому что вот этот же yield мы тоже делаем. Мы сюда сэндаем тройку, ту самую. И получается вот такая причудливая картина. Значит, здесь будет nextCore. Что? Что? А, тут плюс-равно. Да. Вот. Еще разочек. Вот. Он говорит give me x, и теперь мы этот самый for, где он там. Вот. Да. Значит, единица это y, 2 x, 2 это y, 3 съедает вот это место, 4 x, 5 y, 20, 6 съедает вот это место, 7 x, 8 y, 56. Ну, в общем, понятно. Вот. Довольно такая, значит, причудливая ступенька из двух yield отсюда, одного yield отсюда, но и смысл всей этой иерархии, в общем, понятен достаточно. Тут ничего неожиданно не произошло. Я хотел показать, что вот этот cent приходит туда, где сейчас ожидается yield. Он приходит сюда, потому что здесь yield from, потом сюда, потому что здесь yield from, а потом сюда, потому что мы вышли из вот этой строчки, и тут написано yield value. Вот и все. Ну вот, и это все было про свойства генераторов. Да, значит, что они, что есть такая штука yield from, что у нее есть возвращаемое значение, что в генератор можно вбрасывать с помощью send дополнительные значения, вот это все. Так вот, еще раз, асинхронность питания – это синхронное выполнение, не секунд, последовательное выполнение произвольных фрагментов кода между двумя yieldами, а также между стартом и первым yieldом, и между последовательным yieldом и ретерном, разумеется. Вот. Кто-то, предположительно мы, а может быть и нет, должен в цикле вот эти выбирать, какой из фрагментов выполнить, и дергать соответствующий send. Этот кто-то называется образующий цикл, main loop. Ну, потому что у нас есть, предположительно, много разных недовыполненных вот этих повторно входимых под программ, да, и мы должны на основании какой-то логики выбрать, какую из них мы продолжаем сейчас выполнять, вот, и этим как раз занимается образующий цикл. Вот. Давайте чуть-чуть усложним этот пример, сделав две разные, два разных задания, которые будут делать одинаковые вещи, а именно умножать вот эти пары. Только, значит, мы сожрем, ну, не будем печатать вот этот сжираемый yield, вот, третий. Вот. И посмотрим, что получится. Значит, во-первых, давайте переопределим этот самый Субр, а у нас мут назывался, да. Вот. Так, чтобы мы знали, кто его вызывает, какое из заданий их вызывает. name. Вот. Еще мы, чтобы не путаться, напишем здесь в скобочках, что x равно, чему был равен x к тому моменту, когда мы просили y. Вот. Теперь мы, давайте посмотрим, не надо ли нам переписывать запускалку, кажется, не надо. Ну, тут, правда, какие-то хитрые штуки, ну, давайте перепишем ее. Запускалка. А ей нужен n. А, ну, это будет имя task, да? Да. Вот. Значит, опять же, while true. While true. Что там, while true. Мы получим значение вот этих самых перемноженных пар, перемноженные пары, да. Вернем его. А здесь мы просто сожрем, просто напишем yield. Какую-нибудь диагностику. Здесь мульт. Вот. Я даже не написал, как в примере в лекции, там, подчеркивание равно. Очевидно, что результатом вот этого yield, число, которое мы пропихиваем сюда, мы вообще им не пользуемся. Вот. Я надеюсь, что этой диагностики хватит, чтобы разобраться, как происходит такая штука. Ну вот, а цикл, образующий цикл, который будет дергать наши фрагменты двух тасков, да, значит, заберем две таски. Два задания типа. Вот. Ну, их, наверное, надо запустить оба. Да? Тут они называются корис, но это неважно. Вот. Таск. Нулевое. Next. Таскс. Да, спасибо. А, оно не нулевое, оно one. Сейчас, где-где-где. А, место n. Вот тут. Конечно. Это у меня копипаста не сработало. Да, спасибо. Так, дубль два. Их надо вызвать. Это первоначальный запуск, который пустой. Что еще? Скс. Да елки-моталки. Вот. Каждый из них сказал, дай мне x. Первое и второе. И теперь мы запускаем этот самый цикл, который был раньше, с одной маленькой поправочкой. Мы один из этих тасков будем вызывать в два раза чаще, чем другой. Там сколько их вам хватит оборотов? 20, да. Значит, n равняется, ну, скажем так, и остаток отделения на 3, это значит 0, 1, 2. А это значит 1, 0, 0. Ну вот. Ну и это tasks. n, n, send, e. Что, принт надо было сделать? Все заново. Да шо ж такое? Так. Тут все хорошо. Тут все плохо. Тут надо сс делать. С. Так. Цикл. Принт. Во. Давайте разбираться, что происходит. Итак, когда мы их запустили, эти два генератора, они нам выдали, дай мне x. Другой тоже сказал нам, дай мне x. Каждого из них мы запустили первоначально. А дальше мы начали сливать в этот поток просто все числа подряд от 0 до 20. Второй генератор говорит, дай мне y. x у меня был равен 0. Первый говорит, дай мне y. x у меня равен единице. Первому выдали 2, значит, соответственно, 1 умножить на 2, 2. Второму там что-то умножить на 0, 0. Первый говорит, дай мне x. Первый говорит, дай мне y. Почему он говорит, первый дай мне y? Потому что у нас последовательность такая. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Соответственно, нулевой элемент выздается в два раза чаще. Вот. Второй говорит, дай мне x. Возвращает 35. 5, 3, 35. Первый. Наконец-то снова второй. Опять первый. Опять первый. Ну и так дальше по кругу. Вот. Вот вам вполне себе уже такая вынужденная, предсказуемая по формуле, но синхронность. Вот эти фрагменты кода, связанные с task 0, выполняются в два раза чаще, чем фрагменты кода из task 1. У нас все еще продолжает иметь место такое трехчастное деление. Есть какая-то собрутина, которая одновременно умеет и в yield, и в return. Есть, собственно, задание, которое умеет только в yield from и в return, а в yield не умеет, то есть она может передоверять yield, передоверять вызов yield другому генератору и умеет в return. Ну, кстати, мы тут return не написали. Вот. И да, вот, пожалуйста, значит, у нас то одна процедура, то собрутина работает, то другая, причем одна из них в два раза чаще другая. Вот. Значит, да, и третья часть – это образующий цикл, который, собственно, дергает какую-нибудь из этих собрутин сообразной логики. Вот эта логика, а именно, значит, 1.0.0.1.0. Вот тут же пример сильно побольше, но я, кажется, все еще хочу его написать руками перед вас, перед вашими лицами. Значит, что здесь будет происходить? Здесь будет вычисляться та самая сумма произведений, вот. А дальше будет происходить следующее. Вот образующий цикл, мы теперь его вынесем в отдельную функцию, он будет делать так. Он будет вычислять ровно один фрагмент очередного задания, и если это задание закончилось, возвращать значение. А если оно еще не закончилось, ставить его в конец очереди, и потом снова возвращать, как бы, в тот момент, когда оно, до него дойдет очередь, снова вызывать кусочек задания. То есть такой уже прям планировщик. Вот. Как это выглядит? Давайте, давайте руками пока напишем, мне кажется, мы успеем. Значит, наш перемножатель самый простой. Значит, def.mult. Никаких ему, естественно, уже диагностик мы вставлять не будем. Пускай он просто возвращает return yield, чего там, неважно что, умножить на yield. Чего тебе не нравится? Я скобки забыл поставить. Да. Это просто умножатель. Напоминаю, он работает так же, как тот умножатель, который у нас уже был. Просто я все это сильно подсократил. Он... Где он там? Вот. Брал одно. Брал другое. Перемножал, возвращал в качестве возвращательного значения. Вот. Теперь давайте напишем задачку. Задачка будет просто складывать пары со множителей. Ну, то есть сначала перемножать пары, а потом все это складывать в кучку. Def.task. Кажется, тоже ничего не будем этому таску задавать. Мне кажется, оно все это лишнее. Нет, тут есть num. А, да. И у этих тасков будет разная длина. То есть вот там мы до бесконечности это делали. Вот. А здесь мы вот этих пар со множителей сложим только несколько. Столько, сколько мы в задании ему предпослали. Ну, значит, for in range от null. Да, только res надо еще. Вот здесь вот res равняется нулю. Res плюс равно yield from mold. Как-то так. Да. И возвращаем этот результат. Вот. Num. Да. Вы это имели в виду. Вот. Значит, еще раз. Мы создадим несколько таких заданий. У них вот это num будет разное. То есть вот этот цикл будет разной длины. Соответственно, те данные, которые мы будем засылать из образующего цикла, они будут попадать к тем заданиям, которые еще не прекратились. Вот. Теперь, значит, образующий цикл, он оказывается все более и более сложным. Вот. Мы ему сейчас передадим... Задания будем создавать снаружи. Передадим их образующему циклу. Вот. Он оказывается все более и более сложным. Значит, что нам нужно сделать? Во-первых, нам нужно создать очередь. Для простоты это будет список, хотя мы знаем, что очередь лучше использовать. Для очереди лучше использовать очередь. Вот. И возвращаемые значения я. То есть результат работы заданий. Так. А, в очередь сразу поставим... Да, в очередь поставим сразу все задания. Вот. Дальше мы будем делать что? Мы выбираем брать нулевое, ну, поп, крайнее задание в этой очереди, выполнять один его шаг, смотреть, не прекратилось ли оно, если прекратилось, набивать результат, если не прекратилось, ставить его в конец очереди, и когда до нее снова дойдет очередь, снова выполнять один его шаг. Давайте это сделаем. Значит, для начала нам нужно их все запустить, эти задания, да, сделать next на них. Вот. Тут написано, что... Даже не знаю, нужно мы это... Ну, давайте скопипастим из лекции. Задампим то, что происходит. Дальше for task in tasks next. Вот task. Запустим каждое из их заданий, то есть... Это был for. То есть вызовем next от них. А вот теперь, собственно, образующий цикл как таковой. Пока у нас очередь не пуста. Мы берем откуда здесь из начала очереди. Task равняется очередь точка поп 0. Напоминаю, что лучше использовать для этого очередь, а не список, но в данном случае нам ничего не нужно. Дальше мы дергаем один раз эту самую... Кстати, у нас тут рандынт. Рандынт нужен. А потом. Значит, попробуем заслать ей очередной элемент в эту функцию, в это задание, очередной параметр. Ну, скажем, рез. А рез у нас уже был. Просто task send run dint. Task. Точка send. Run dint. Вот. От, ну, скажем, от 3 до 10. Ну вот. Случайное число и зашлем. А когда у нас приедет stop iteration, заберем у этого stop iteration и возвращаемые значения. result append и е.вылью. Кажется так. Тут, правда, еще возвращается task, который мы закончили. Ну, даже не знаю, нужен, не нужен. Нужен. Task. Нужен. Вот. Нужен, потому что они закончатся в разное время, не в то время, которое началось. Ну вот. А если у нас, если у нас не произошло вот этого безобразия, если у нас не закончилось stop iteration, тогда надо, это значит, что задание еще выполняется, еще есть какие-то участки кода, которые там в генераторе нужно выполнить, тогда мы его добавляем. tasks. append. task. Оно будет выполнено, в свою очередь, когда вот этот вот кольцевой перебор дойдет до него. Все. Значит, теперь мы возвращаем, когда очередь совсем упустеет, то есть все задания завершаются, мы скажем return. res. Да. И вот это наш образующий цикл. Вот он уже довольно сложный, но кажется все равно простой. Мы создали, мы получили на вход какое-то количество заданий, которые будут решать, которым мы скармливаем наши данные. Мы запустили эти задания, то есть сделали каждому из них next. И дальше мы в цикле берем одно из них из очереди, пытаемся довычислить очередной кусочек. Если случилось stop iteration, значит задание выполнено, оно вернуло нам значение, мы его запоминаем. Если stop iteration не было, значит задание надо выполнять дальше, мы его добавляем в конец. А в task тоже что-то добавляем? Конечно в Q. Хорошо, что вы за этим следите. Откуда pop, туда и туда и append, разумеется, вы совершенно правы. В task вообще ничего не добавляется, это, простите, тюпль. У него тяжело что-то добавлять. Потому что я обещал, что буду сегодня тупить. Потому что я туплю. Вот. Так лучше? Ну вот. Давайте теперь со всей этой машинерии попробуем взлететь. Она, как видите, несложная, просто надо понимать. Собственно, вот здесь мы вызываем task. Давайте мы это скопипастим и посмотрим, что это такое. Здесь мы вызовем наш генератор loop много раз. Поставим перед ним звездочку. В качестве параметра мы ему зададим три задания. Одно длиной 10, другое длиной 3, третье длиной 5. Вот. И давайте посмотрим, когда, значит, в каком порядке, что у нас запустится. Что? О, смотрите. Вот наша диагностика. Вот это, в каком порядке запускались наши генераторы в нашей задании task, вот этот task, вот этот task, вот этот task. А 0 запускался первым, B0 запускался вторым, 9, 0 запускался третьим. А вот это, в каком порядке они завершились и с какими результатами? B0 завершился первым, потому что он был длиной 3 всего, 3 оборота. 9, 0 завершился вторым, потому что он был длиной 5 оборотов. А, соответственно, А0 завершился третий, потому что он был длиной 10 оборотов. Обратите внимание, ну и соответствующие возвращаемые значения, благо это сумма со множителей растущих, да, оно тоже у них растет. Вот. Тут уже прям совсем какая-то асинхронность получается, да. Вот у нас есть три задания, вот между ними мы переключаем ся в нашем образующем цикле, вот мы определяем, завершилось задание или нет, вот мы продолжаем выполнять задание, если оно не завершилось, а если завершилось, забираем его возвращаемые значения. Прошу заметить, все еще никакого параллелизма его вообще сегодня не будет. Последовательное выполнение фрагментов произвольных, вот выбираемых согласно вот этому произволу фрагментов нашего. Вот. давайте я, наверное, не буду и это все при вас писать, давайте мы это скопипастим и попробуем разобрать этот пример. В этом примере мы изнутри нашей собрутины управляем тем, какие данные нам нужно передавать. Мы говорим образующий цикл, дай мне целое число или дай мне строку. Образующий цикл будет проверять, что у него попросили, целое число или строку, и, соответственно, выдавать целое число или строку. Вот. Давайте мы это скопипастим в файлик и аккуратно на это посмотрим. Это такой же точно пример, как мы только что видели, вот, с... Вот. Еще раз. Значит, умножитель наш как был, так и остался. Задачка наша как была, так и осталась. Да? Вот. Единственная разница стоит в том, что у нашего умножителя один параметр целочисленный, другой параметр строковый. Вот то, что здесь написано, это ни в коем случае ни часть синтакса сапитона, вообще ничто. Мы просто гилдом возвращаем вот этот объект и вот этот объект. А дальше в управляющем цикле, в образующем цикле мы будем проверять. Смотрите. Мы создали, значит, очередь. Здесь очередной тип параметра, который нужно передавать соответствующему таску. Они будут эти типы чередоваться, он их запрашивает. Вот. Пока что новым. Дальше. Мы проверяем, что происходит. Если этот тип был int, значит, нашему умножалке нужен множитель. int. Вот он попросил int, значит, сюда вернется int. Мы берем и возвращаем ему случайное число. Если нашему умножалке нужен был str, то есть это был второй yield, который передал объект str, просто тип str. Мы говорим, а, это был str, хорошо, мы сейчас выберем случайную букву. Если же ни то, ни другое, значит, это был самый первый старт нашего subro, в котором был known request, у нас по умолчанию равен known. Вот он. И это значит, что поскольку мы еще ни одного yield не выполнили от subro, у нас вот этот переменный равно known, это значит, что это первоначальный запуск этого самого subro. Вот. И тогда мы ему просто отсылаем known. Дальше мы говорим, дернуть очередной фрагмент нашего задания. Если был stop iteration, мы запоминаем возвращаемое значение. Задание закрываем. Есть такая фишка у, значит, итераторов, у них есть метод close. Вот. Если нет, перевставляем очередь назад. Кстати, мне кажется, в этом примере уже очередь, это нормальная очередь дека, а не список. Вот. Такая вот ерунда. Давайте все запустим безобразие. Ну вот, смотрите. Пример похожий на предыдущий. Вот мы, значит, запустили их в таком порядке. 5,0, Е, 0, 5,0, B, 5,0, 2,0, 3,5,0. Получили в порядке 2,0, 3,5,0, B, 5,0 в сообразной длине, которая здесь была такая же, как в том примере. 10, 3, 5. Вот. Но каждый раз наша subroтина говорила, какого типа данные ей нужны, образующий цикл анализировал эти типы и, соответственно, предоставлял ей либо букву, либо число. Получилось довольно мило. Обратите внимание, никакого осинка в смысле синтаксиса питона мы все еще не используем. Мы просто научились, насобачились вызывать генераторы по кусочкам. Вот. Вот эту идею, что у нас есть логика образующего цикла, которая, как видите, разрастается. Повторно входимая функция, subroтина, карутина она называется на питонном языке, которая умеет и в yield, то есть она умеет взаимодействовать с образующим циклом, и в return она умеет вычислять какие-то значения результирующие, и, собственно, повторно входимая функция, которая умеет только в yield from и return, то есть она не умеет сама взаимодействовать с образующим циклом. Она говорит, вот кто-то, пожалуйста, сходи к образующему циклу, договорись с ним, а я вам, значит, значение верну. Вот это разделение на карутину, собственно, асинхронную функцию и образующий цикл, оно такая классическая архитектура, и, чтобы вы не очень страдали, сразу скажу, что настоящая питоновая асинхронность, которая синко, она проще, чем то, что мы написали. Еще проще. Ватт. Значит, прежде чем мы перейдем к этой самой еще более простой асинхронности, давайте порассуждаем, а какие вообще могут быть еще модели асинхронности. Ну, например, асинхронным является сам поток входных данных, которые называются событиями. Вот у нас есть так называемый цикл обработки событий, в него снаружи непонятно откуда, непонятно на каком основании приезжают объекты, непонятно в какой момент. Приезжают объекты под названием события, вот, а цикл событий анализирует это событие, определяет, кто его должен обрабатывать и вызывает обработчик. Вот. Или у нас где-то там либо это функция обработчик, либо это даже генератор, которым мы с эндом посылаем очередное событие. Это вот, кстати, неважно, да, в случае, если у нас асинхронность по циклу событий. Так очень часто пишут всякие обработки, не знаю, там, движение мыши. Вот вывод, вот это все. Частный случай этого самого обработчика события, это обработчик при помощи коллбеков. То есть у нас есть на каждый случай просто конкретные функции, которые вызываются в случае, если событие такому-то шаблону соответствует. Вот. И обработчик события не проявляет какой-то суперской логики, он просто классифицирует получившееся событие и дергает соответствующий коллбек. Если еще упростить схему, то получится использование так называемых фьюч. Фьюча это генератор из двух стадий. Войти и выйти. То есть мы настраиваем его, что-то ему передаем, фьюча этой, и она вываливается в образующий цикл. Когда мы в следующий раз ее дернем, она возвращает возвращаемое значение. То есть это такой генератор на две стадии. Вошел, висит, дернули, вышел. Очень удобная хрень для синхронизации. Мы заводим фьючу, она находится в открытом состоянии, она сделала свой первый yield. Как только мы ее дернем в следующий раз, она перейдет в состояние готовой и вернет возвращаемое значение. с помощью фьюча можно вот эти самые таски, которые мы с вами запускали, если бы на эту логику забить, их можно очень легко синхронизировать. Открываешь фьючу, таска висит, фьюча закрылась, таска видит, что она закрыта, и начинает работать дальше. Соответственно, выглядит это так. генератор сервис, генератор, который сервис, заводит неготовую фьючу, вот, и она там висит. Генератор пользователей этой фьючы делает yield from эту фьючу. Один раз в нее входит. Управление вываливается обратно в образующий цикл. Дальше что-то происходит, что-то происходит, что-то происходит. В какой-то момент генератор сервис говорит, фьюча готова. Вот настроя, да? Клиент, сервис и образующий цикл. Образующий цикл, сервис. Сервис у нас сгенерил фьючу, клиент ее один раз дернул, ждут. Потом сервис написал внутрь фьюча, фьюча готова. Образующий цикл видит, что фьюча готова, дергает еще раз сент. Клиент внезапно, к нему внезапно получается, потому что он на этой фьюче висит, к нему передается управление, и он продолжает работу. Такой вот простой механизм, без вот этой логики взаимной передачи каких-то данных, без логики сложных структур, готова, не готова все. Это еще более частный случай кулбэков, когда у нас вместо обработки событий, вот обработка просто фьюч. Вошли в нее, кто-то поставил готовность, мы увидели, что готовность есть, вернулись. Ну вот, я почему на этом механизме фьюч так остановился, потому что на самом деле это и есть то, с помощью чего под ковром там реализован весь осинка в питоне. Одно время было модно про них рассказывать больше, и где-то там в 17-м году, может быть, я рассказывал про них больше, но тут, видите, в документации черным по белому сказано, что это подковерная штука, а мы будем пользоваться вокруг этих фьюч верхними уровнями, всякими обмазками, которые будут воспроизводить привычные нам паттерны программирования, там сигналы, или задания, вот это вот все. Так, ну что, настала пора, настала пора раскрыть секрет Паринчанелли и сказать, что все, что мы писали вот здесь, вот это вот все, это и есть питоний осинк. С точностью до замены ключевых слов на другие. При этом, да, механизм работы, ну, как это, код, который при этом будет генериться, будет другой, но логика практически такая же точно. Мы реально можем заменить в этом тексте просто одни ключевые слова на другие. Значит, давайте это прям сделаем. Вот эту штуку теперь... Эту штуку сделаем настоящей корутиной, потому что, повторяю, она умеет одновременно и в yield, то есть она умеет взаимодействовать с образующим циклом и возвращает значение. Так и напишем, корутина. Что при этом с ней происходит, не спрашивайте, но идея состоит в том, что настоящую просто асинхронную функцию вы не можете заставить делать yield просто, вываливаться в образующий цикл напрямую, потому что мы, оказывается, с вами не работаем с образующим циклом. Мы сейчас в этом увидимся. Вот. Функция, которая у нас является, собственно, асинхронной, так и пишем async.dev. Вот. Как видите, после появления async.dev нам умный редактор говорит, а что это у вас за yield такой? Вместо yield from пишем await. Сейчас напишем await вместо yield from. Вот. И это реально так, да? То есть await – это yield from. То есть вот ровно вон. Вот. Значит, и, 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 и такая же история вот здесь. Да? Что у нас тут? А тут вообще ничего не надо трогать. Ха-ха-ха. Давайте посмотрим. У меня такое ощущение, что в образующем цикле вообще ничего трогать не надо. там все эти сенды и все остальные, они все на месте. Похоже, что не надо. Вот. Смотрите, какая история. Мы опять наблюдаем, ну, мы все еще наблюдаем эффект, что в образующий цикл сложный, в нем внутри в голове логика, а синхронная функция стала еще проще. В ней просто написано, что мы num.raz дергаем какую-то корутину, вот, и это все. Ну, давайте проверим, что это работает для начала. Оно работает. Да? И это все уже, обратите еще раз внимание, в синтаксе асинхронных вызовов. Async dev, await и вот это. А здесь, видите, нам пришлось преобразовывать функцию в корутину, потому что она умеет и то, и другое. Вот. Дополнительное соображение состоит в том, что если мы, ну, не мы, создатели библиотеки Async.io, заботимся о пользователях, мы выбросим из повседневной практики программирования вообще весь образующий цикл, написав его заранее. Тем более, что, как я уже говорил, в случае Async.io это все делается через фьючер, то есть он очень простой в смысле управления, там есть только фьючер, больше ничего. Мы, поскольку мы выбросили управляющий цикл, мы не будем слишком много говорить о том, как писать корутины, потому что они должны с этим управляющим циклом как-то взаимодействовать. И это тоже из обычного программирования мы выбросим. Оставим только вот функции такого вида, собственно, асинхронные, которые будут косвенно, путем дергивания каких-то других, корутин ходить в образующий цикл, и которых, которые, которых, эти, значит, асинхронные функции будут асинхронно вызывать кто-то из заранее заданной логики образующего цикла. А мы будем писать только вот это. А теперь представьте себе, что вот этой лекции вы не слышали, а вам показали вот такую штуку. Она же выглядит очень просто. Казалось бы, все понятно, как она работает. Я пять лет пытался это понять. Вот. Такие дела. Да, значит, теперь немножко про АСНКО. А с точки зрения реализации и времени исполнения, есть какая-то разница между ручным и прочим, и вот тем, что здесь? Ну, смотрите, главное не в этом. Главное в том, что, как правило, если вы нацеливаетесь на АСНКО и вообще на асинхронность, у вас и без того овер до хрена кода. Иначе зачем вам вообще вводить асинхронность? Поэтому то, что они там как-то переключаются между этими задачами, ну, переключаются, да, там есть какая-то логика, да, мейнлуп какой-то, какой-то, какой-то процент спужрет. Но с точки зрения, так сказать, вечности, да, это константа, даже не линия. Ну, вот процесс переключения, он сходил куда-то, посмотрел в какие-то таблицы, где-то что-то поглянул. Ну, может быть, линия, если там есть большой набор листа ожидания. Ну, это очень маленькая линия, у вас не 100-500 миллионов этих самых асинков, да? Их 100. Если их 100, считайте, что это константа 100. Ну, вот. Поэтому главная фишка АСНКО как раз именно в том, что она предназначена для ситуации, когда вы не можете не ввести, вот, ну, например, веб-сервер какой-нибудь, да, когда там ответ придет на запрос. Вот. Хорошо. Давайте мы, значит... А, это я уже сказал. Итак, самое сложное – это логика образующего цикла, и оно же самое ненужное. Образующий цикл лучше заранее написать, вот, назвать его АСНКО и не париться. Управление упрощается до фьюща, который работает как замок. Как бы запустили, кто-то выставил быт готовности, дернули, получили результат. И вокруг этого целая куча всякого верхнеуровневого программирования в АСНКО намазаны, просто много-много-много. Вот. Ну что, основные понятия main loop – это тот самый образующий цикл, на который мы не смотрим. Task – это, собственно, то самое синхронное задание, в котором будут только yield from, то есть они теперь называются, простите, await. И return. Вот. И, собственно, все. Довольно забавно, и это вот в течение этих самых пяти лет я бы это спотыкался, что корутин как таковых практически в нашем распоряжении нет. То есть вот для примера годится только одна – это АСНКО slip. Что делает АСНКО slip? Вы ему указываете задержку, он немедленно упадает в main loop, то есть он не спит все это время вот в этом кусочке кода, он, наоборот, немедленно упадает в main loop, тот самый АСНКОшный. А в тот момент, когда эта задержка случается, АСНКО говорит, о, он проснулся. И все. В частности, в асинхронном программировании на питоне довольно частая практика делать слип от нуля. Что это такое? Это мы выпадаем в образующий цикл, и тут же, как только до нас дойдет очередь, возвращаемся обратно. Но на время выпадения образующий цикл может принять решение повыполнять другие фрагменты. Ну вот, давайте посмотрим, опять же, этот пример. Тут, по-моему, все очень линейно. Да, тут все очень линейно, но я постараюсь это сделать вручную перед вами, чтобы, значит, не копипастить. Копипаста обычно воспринимается тяжело. Так, что мы делаем? Во-первых, импорт АСНКО, естественно. Что тут? Тут какой-то стрельфтайм. А стрельфтайм, чтобы время выполнения показать. Хорошо, давайте сделаем импорт стрельфтайм. А, фронтайм. Фронтайм. Так. Что пишем? Пишем функцию, которая просто дергает sleep и через некоторое время, и только после этого вводит сообщение. Окей. AsyncDef. Напоминаем, что AsyncDef – это такой вариант, логически равный генератор функции, в которой вместо yieldFrom будет await. Да? Late. Что там? Message. А там два параметра должно быть. Да. Delay и Message. Delay и Message. Сначала мы говорим AsyncO Await. AsyncO.Sleep от Delay. Значит, await – это значит yieldFrom. Это значит, что мы сказали, вот сначала выполни вон тот генератор. А когда он закончится, вернись, мы тут тоже код повыполняем. А сам этот генератор, он очень простой. Он выпадает в MainLoop, и в какой-то момент из MainLoop выпадает обратно, когда пройдет вот этот самый delay. Все это время в MainLoop происходит какой-то движ, а наш AsyncO.Sleep висит, вернись, наш AsyncDefLate висит на вот этом слипе, ничего не делает. А, собственно, PrintMessage. Это слово print, я его так люблю писать. Вот. Теперь давайте базовую функцию, которая все будет делать. Значит, сначала последовательный запуск. Да? Давайте я вот это с вашего позвонения скопипащу, чтобы не ошибиться. Что тут написано? Да тут написано буквально следующее, что наша функция Main, Async, то есть она тоже является генератором. Вот. Мы напишем вот это, вызовем функцию с задержкой, напишем вот это, вызовем функцию с задержкой. Короче, это последовательное выполнение последовательных кусочков кода. Мы здесь увидим ровно одно. А, значит, Async.orun, точка run. Мы им как-то так это делается. Нет? Что я сделал неправильно? А, естественно, я тупой. Вот надо всегда не забывать, что это генератор. Это не функция. Это генератор-функция. Она сначала что-то сгинет. Ну вот. Значит, тут никакого чуда не произошло совершенно. У нас, значит, мы подождали одну секунду, вывели сообщение one, подождали еще две секунды, вывели сообщение two, подождали еще все. Вот. А теперь давайте переключимся к термину задания. Задания как бы можно запустить одновременно. как бы запустить одновременно. А потом, когда до них дойдет очередь, они будут выполняться. Давайте это сделаем. Мы переопределим main для этого. Async.dev, dev.main. Да. Task 1. Это, собственно, Async.or.createTask. В этом createTask надо указать, из чего мы его делаем. Ну, естественно, мы должны написать, ну, типа, late, ну, скажем, 3, или там 2, to. Подождать две секунды и вывести сообщение to. Task 2 равняется, это было слово task, task 2 равняется async.or. createTask.or.createTask.or. late.or. Подождать 3 секунды и вывести 3. Вот. Теперь мы их должны одновременно поставить куда-то в очередь. А, нет, мы пока ничего этого делать не будем, никакой очереди. Мы просто подождем одного, подождем другого. Await. Кажется, я... Ну, ладно, давайте попробуем. Await. Task 1. И print вот этот самый. Да? Сейчас. Что-то я не понимаю. Я, кажется, себя... Ну, давайте попробуем, в конце концов, кто мешает. Await. Task 2. Run. Смотрите. В чем разница между этим запуском и предыдущим? Вот здесь, когда мы ждали 2 секунды, мы ждали 2 секунды. Вот здесь мы в сумме ждали 3 секунды от начала. Задание-то мы уже создали. В этот момент они оба запустились. Через 2 секунды закончилась первая. Еще через секунду закончилась вторая. Тут уже начинает казаться, будто мы занимаемся параллелизмом. Но нет. Никакого параллельного выполнения кода не было. Питончик болтался в мейнлупе осинко и с наступлением соответствующего события разлочивал сначала task 1, а потом task 2. В этот момент они залочились, потому что не спали на этом самом на слипе. А в этот момент они разлучились. Такие делишки. Значит, да, еще раз повторю, что осинкрость слип это чуть ли не единственная карутина, доступная нам на простом основании, которая немедленно залезает в мейнлуп. Во всем остальном случае, помимо слипа, мы работаем просто со своими собственными своими собственными программами. Значит, с этим create task есть некоторый неприятный момент, с которым питоновцы какое-то время прям боролись. Особенно он неприятен, когда вы манипулируете временами. Между вот этим созданием задания и вот этим созданием задания сколько-то миллисекунд или микросекунд, но пройдет. Было бы неплохо как-то так сделать, так как-то, чтобы, значит, они одновременно возникали. Вот. Для этого есть атомарная операция gezer, которая выглядит примерно вот так. Значит, заодно тут будет return delay, сейчас мы приопределим ее. Так, async dev нет, нет, вот, вот. Давайте мы еще вернем какое-нибудь значение, return delay, которое мы передали. Вот. И теперь, значит, с помощью gezer все эти три задания запустим. Сейчас, delay. Да, да. Так, async dev естественно, async dev main. Вот. Тут же говорим, res равняется await async o async o точка gezer. Обратите внимание, что gezer тоже awaited. это тоже повторно необходимая программа. И дальше просто все три параметра задаем. Late от 3.1.2 а, late от 1.b late от 2.c вот. Как только мы это место дернем, они все одновременно поставятся в main loop, эти все три асинхронные подпрограммы. вот. Ну и поскольку у нас есть что там return res, просто return print res. Вот этот res это то, что нам насобирают вот эти вот return delay из вот этого awaited. Мы все еще помним, что awaited это yield from, что мы выполняем yield from, это значит, что результаты, которые мы сделаем return, они туда приезжают. Короче, вот. Ну вот. Ну и все. Давайте запускать. О! Смотрите, все как у людей. Во-первых, они закончились с интервалом в секунду, запустились все втроем. Сначала закончился B, потому что у B одна секунда, потом C, потому что у C 2, потом A, потому что 3 секунды задержка, вот, и значения, в котором они нам вернули, они соответствуют тому порядку, в котором мы их вызвали, то есть сначала A, потом B, а потом C. Вот, вот эта самая картина, более высокоуровневый инструмент, вот, но в 3-11-м питоне придумали еще красивее. в 3-11-м питоне придумали понятие группа заданий, и эта группа заданий может работать контекстным менеджером. Идея стоит в том, что задания где-то торчат, и вот когда они все закончатся, тогда мы выходим из контекстного менеджера. Синтаксически это выглядит довольно красиво, видеть, как это вы, вместо того, чтобы говорить, что вы вот конкретный напрягаете конкретный менлуп, этим делом вы говорите, вот у нас есть такой taskgroup, ну давайте попробуем в конце концов. Значит, что у нас там было? Здесь, как обычно, да, вот, а здесь taskgroup, ну давайте, dev main, вот, там прям async with. Обратите внимание на то, что это не with, а async with. Да, async, да, спасибо. Вот, и это значит, что оператор with сам по себе тоже будет упадать в менлуп от async о в те моменты, когда у него нет ни одного фрагмента кода, который можно выполнять, пускай async о еще что-нибудь выполняет другое, если оно есть. async with, чего там, taskgroup stg, да, async o taskgroup, async o taskgroup, что, ой, только не говорите, что на этом компьютере старый питон, ну-ка, 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 питон, уй, елки, а, у меня есть 311, здесь есть 311, поставленный на стороне, вот, ну окей, давайте сделаем так, давайте тогда сделаем так, давайте еще раз весь этот код скопипастим, извините, пожалуйста, я забыл обновить питон на этом компе, причем на домашнем-то я сделал, а здесь почему-то забыл, вот, ну, собственно, собственно, разница стоит в том, в том, что мы видели, что мы открыли taskgroup, а в тот момент, когда она закроется, она закроется, вот, это с точки зрения эксплуатации более удобный механизм, нам не нужно каждый раз сидеть и ждать, вот, проверять, а закрылось ли это, закрылось ли это, все таски закрылись, всем спасибо, все молодцы, ну, я думаю, что так, поэтому 311, я думаю, что так оно и заработает, первую, B, C, дан, вот, taskgroup, ну, как бы, достоинство, достоинство такое, что они работают как контекст-менеджер, который закрывается тогда, когда просто закрывается сама taskgroup, что мы не посмотрели с вами, и что вам придется посмотреть, документации, потому что домашка на эту тему будет, верхнеуровневые примитивы, на самом деле, осенково, он здоровенный, он правда здоровенный, вот, то есть, вот, если сходить по ссылочке, почитать про осенково, чего-нибудь, там окажется вот много интересных штук, так вот, примитивная синхронизация, это известные нам, значит, паттерны программирования, семафоры, условные, condition, это условная штука, которая случается, когда наступает соответствующее условие, ивенты, те самые ивенты, да, которые происходят, их можно брать, просто локи, когда блокируется ресурс, и будет разблокироваться, и барьеры, барьеры, это такой блокирующий ресурс, который блокируется, когда заполняется, несколько тасков одновременно он блокирует, да, вот их три штуки, когда их приходит третий, он их блокирует, ну, короче, почитаем, я что-то, что-то я не хочу врать, вот, значит, синхронизирующий, по высокому уровню примитивы, почему синхронизирующий, я могу много раз говорить, что, что асинхронность, это не праллелизм, но это асинхронность, если вы написали, как мы с вами только что написали, асинхронную процедуру, которая неизвестно, сколько фрагментов содержит, то неизвестно, какая из них закончится первой, какой второй, прям как праллелизм, поэтому синхронизирующие примитивы нужны точно, что еще нужно, помимо них, так, вот этот пример события, очереди, очереди, как инструмент синхронизации, вы ставите что-то в очередь, а какой-то другой, какая-то другая карантина оттуда вынимает, вот, там есть и приоритетные очереди, всякое такое, вот, что еще интересного, вообще-то, поддержка праллелизма тоже есть, вот, причем это именно использование модуля сопроцесс, смысле, не модуля, да, сопроцесс, вот, но это именно такой параллелизм, который предоставляет вам операционная система, ответ на вопрос, есть ли в языке параллелизм, это вопрос, есть ли в исполняющей системе параллелизм, вот сопроцесс, там, типичный, в линуксах есть, но вот это он и есть, так, давайте я вам покажу еще один примерчик, и на этом, на этом мы застрянем, как написать TCP сервер на Asinco, к которому можно коннектиться ниткатом, причем из нескольких экранчиков одновременно, а очень просто, надо воспользоваться потоками, это еще одна примитива, высокорвание примитива в Asinco, вот, вот это будет эхо-сервер, видите, что он делает, он читает со стандартного, с входной поток и записывает на выходной поток, ну, например, он читает строчку, а меняет в ней большие буквы и маленькие места, да, await, дальше ждет закрытие, и это все, весь наш сервер, как выглядит запускатель для этого сервера, мы говорим, запусти сервер, который, вот эту функцию, на вот таком IP-шнике, это произвольный IP-шнике, на порту 1337, дальше, отсync with, тот самый, await, все, мы написали сервер, давайте мы его запустим, убедимся, что он работает, и на этом закончим лекцию, на всякий случай. Так, ну что, давайте какой-нибудь нет-кат, что ли, запустим. Во-первых, давайте посмотрим, есть ли у нас порт, есть ли у нас порт, вот он, вот этот код, который мы написали, и этот сервер, он не многотрэдовый, он не многопоточный, он однопоточный, но, я могу присоединиться еще раз, осинхронность действия, почему так работает? Потому что, вот в данный момент, вообще мы висим, оба процесса висят в мейнлупе, в смысле, этот процесс висит в мейнлупе, ничего не делает, потому что никакой сетевой активности не происходит, и даже если буду, как бешеный здесь набирать, все равно, процентов 99 процессорного времени, мы будем проводить в ожидании, когда, наконец, самое медленное в мире устройство ввода-вывода, знаете, какое самое медленное в мире устройство ввода-вывода? Человек. А произведет вот вывод. Поэтому не нужно ни многотрэдовости, ни многопоточности, если объем трафика невелик, и вот это все. Ну вот, как видите, код сервера занимает четыре строки, запуск сервера еще три. ну такое. Значит, все. Значит, я не успел рассказать еще о том, что внутрь, внутрь генератора можно вбросить исключение, оно случится там внутри. Это очень удобная фича, но вот. Домашнее задание пока не готово. Я в первый раз в прошлом году давал это домашнее задание, соответственно, второго набора нету. Мы... Я его сделаю завтра, и все будет. Там будет немного домашних заданий. Это последнее домашнее задание для немагистров. Вот. Ну вот. Что же. Я надеюсь, было не слишком запутанно, хотя мне не понравилось, мне казалось, что когда-то я лучше это читал. Надеюсь, было не слишком запутанно. Если какие-то вопросы, давайте их задавайте. В следующий раз у нас, кажется, последняя лекция. Хотя странно. Я посмотрю еще. Может быть, еще одна будет. Задавайте вопрос. Нет? Нет? Ну, да? Да. Нет, это разные очереди. В том-то и дело, что они разные. Смотрите. Вот это вот Asinko Start Server ровно это и делает. Он запускает несколько вот таких тредов. Мы можем увидеть, здесь это не написано, но мы можем увидеть, что подключение по другому порту произошло. Ну, вот этот сокет-пэр там разный. Мы подключили к 1.3.3.7, но каждый из неткатов подключил другую. То есть там два потока данных обрабатываются. Вот. Просто за нас это все сделало Asinko уже. И это вот такого там полного Asinko. На этом пишут просто вот бешеный. Еще вопросы? Нет. Какой в этом все-таки смысл? Вот в си пишется в рубля обычный код, ставится какая-то там штучка, ну там или вам пыли, или пиарь, в зависимости ситуации, и типа все работает параллельно. А тут почему нужно... Короче, как это связано с тем параллелизмом? Никак. Тут нет никого... Никак тут нет никого параллелизма. Никак не связано. Асинхронность это не параллелизм. Асинхронность это произвольный выбор последовательного выполнения. Если вам нужно выполнять множество заданий, ну каких-то, да, любых, которые большей частью времени, большей частью времени проводят в этом самом мейнлупе, в ожидании того, что что-то случится. Вот. Начинать сразу с параллельности плохая идея. Помочь многим причинам, хотя бы потому, что непонятно, что там с масштабированием. Вот у вас миллион заданий. У вас есть миллион процессоров? Нет. Есть специальные технологии типа того же MPI, которые позволяют как-то это упорядочить. Тут этого ничего нет. Люди, которые писали лет 10 назад или 15 уже в питон вот эту осинковую часть, это маленькая литовская фирма, которая занималась обвязкой хайлоды на питоне. Хайлоды. Но обвязкой. Вот это вот примерно тот класс задач, который таким способом решается. Еще вопросы? Ну все, тогда всем спасибо. Мы встретимся как минимум еще один раз. close those. КОНЕЦ СИГНАЛ ПОnЕЦ ЛИЙ�트 КОНЕЦ КОНЕЦ АКЛЕЦ Продолжение следует...